Здравствуйте, уважаемые зрители информационного портала Управда.ру. Это проект Кухня. И с вами я, его ведущая Наталья Медончева. Сегодня мы находимся в ресторане Гопак и говорим с бренд-шефом группы компании ресторанов «Хлеб да соль» Денисом Кашиным. Денис, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Денис, я вас назвала как бренд-шефом. Кто этот человек на кухне? И кто этот человек в ресторане? И чем эта должность отличается от шеф-повара и просто повара? Ну, шеф-повар – это человек, который находится в одном ресторане и курирует один ресторан. Повара – это его подчиненные, и на каждой кухне у меня по 5-6 человек где-то в смену. А бренд-шеф – это человек, который все собирает всех вместе шефов, ну, курирует несколько ресторанов. Вот от этого и есть эта приставка «бренд». Ну, создаем вместе с шефами меню, полностью контролируем все процессы. То есть под вашим началом работают сразу несколько ресторанов. Денис, насколько сложно курировать и контролировать сразу несколько направлений – от грузинской кухни, украинской, а теперь еще и производство кофе? Ну, самое главное – найти тех людей, которых ты можешь положить и в которых ты уверен. Потому что на каждом объекте одновременно не сможешь быть, и это всегда выручает хорошие, достойные. И вот мы выращиваем достойных кадров и, в принципе, работаем. А где вы берете этих достойных кадров, чтобы их потом вырастить? Ну, в городе находим кого-то, иногородних берем. Ну, в основном в Ульяновске. В основном растим. Опыт работы большой у меня в течение 10 лет. И поваров в этом деле знаю очень много. Мы постоянно ездим на слезы шеф-поваров, постоянно ездим в другие города, учимся в других ресторанах. Постоянно, вот скоро поеду в Грузию. Мы постоянно развиваемся, каждый год открываем по ресторану и постоянно совершенствуемся. А если вы открываете каждый год по ресторану, соответственно, это новый проект. Сложно ли переключаться на новое направление? Когда-то сложно, потому что проекты всегда разные. Это от кофейни до грузинской кухни, вепривоколена – все разное. Сложно переключаться, но это интересно в то же время. То, что ты переключаешься, ты прям по телекаму полностью переключаешься и влазишь в этот проект. Все, и потом на другой переходишь, как заново. Заходишь в ГОПАК с новыми идеями, с новыми мыслями и дальше продолжаешь работать. А как сделать так, чтобы такие заведения, как ГОПАК, вепривоколена, которым уже довольно-таки много лет, они процветали и не деградировали, постоянно оставались на том же уровне качества, на котором были когда-то, несколько лет назад? Ну, это должна быть неизменность продуктов, неизменное качество. Ну, и тот же самый персонал, который постоянно поддерживает это качество. Но, в принципе, мы в основном работаем с местными поставщиками, поэтому у нас нет каких-то там сложностей с закупом продуктов. В основном мы перешли на местных фермеров. Ну, вот так работаем, и поэтому у нас нет сложностей каких-то с качеством, что-то в этом лет вроде. А что именно у местных фермеров берете? Мясо практически все, овощи, но овощи каких-то когда-то не бывает, сезонность. Но в основном, если сезонность, то все у местных фермеров берем. Утку брали у местных фермеров, индейку брали у местных фермеров, свинину, говядину тоже у местных брали. Вы сами лично закупаете, выбираете продукты, их отслеживаете качество, чтобы приносили свежее, так скажем, сочное, с пылу с жаром вам на кухне? Да, когда я разрабатываю новые позиции, те, которые у меня уже есть, каждую позицию я изначально выбираю, нахожу человека, который мне будет поставлять, а потом просто контролирую качество. Как вы придумываете рецепты? Какие-то беру из давнишних старых рецептов. Ну и в основном я отталкиваюсь от старых рецептов. Если украинская кухня, я беру старые рецепты и переделываю их на новый лад. В большинстве вебри у колена я беру чешские. Ну, в чешской я беру чешские рецепты, в грузинской – грузинские. В кофешопе, ну, там другой формат, и там более в Европу берем. Денис, признайтесь честно нашим зрителям, бьете ли вы своих подчиненных по голове половникам, кидаете ли вы них помидорами, ругаете ли вы их нецензурной бранью? Ну, я стараюсь этого не допускать. В принципе, если мне человек не нравится, я ему 2-3 раза говорю, и этого человека я увольняю. Просто если я с ним не могу, я могу работать. В основном со мной работают все люди, с которых я уже уверен, и с которыми я работаю. На кухне бывают разные ситуации, в принципе, бывают, но я не допускаю бить с половником и кидаться с помидорами, потому что это мои люди, и я должен быть в них уверен. Денис, так какими же качествами должны обладать ваши сотрудники, чтобы сработаться с вами, с вашей системой? Трудолюбивость, аккуратность, стрессоустойчивость, потому что это бизнес такой, где в большое количество заказов можно как-то, должен быть по уровню стрессоустойчивой в первую очередь, чтобы у него дальше продолжала качественно эти продукции, которые он выдает. Ну так, их очень много факторов, ну в принципе, ну вот этих, ну в основном, наверное, трудолюбивость и стрессоустойчивость. Ну думаю, все. Кстати говоря, о бизнесе. Не пытались ли перекупить вас в конкуренты? Ну когда-то в начале карьеры были какие-то звонки, ну как бы я не обращал на них внимания, но были, разговаривали. Но таких глобальных уже в конце нет. Ну в принципе, все по городу знают, и как бы нет. Объявления просто нигде не выкидывают, поэтому и никто не спрашивает. Не собираетесь ли вы открыть свое дело? Ну когда-то, в будущем возможно, но пока. Мне целиком полностью нравится у своих собственников работать. Мы постоянно развиваемся, так что я пока работаю здесь. Денис, давайте уже перейдем от слов к делу, и вы научите меня готовить настоящее украинское блюдо. Итак, Денис, что мы готовим? Сегодня мы будем готовить старинный украинский рецепт, но я его тоже модифицировал. В принципе, утка у них готовилась в печи, по гарниру, в принципе, было все то же самое. Я расскажу, что мы будем готовить. Утку мы взяли в филе, утку мы будем обжаривать на сковороде, взяли перлоку, перлоку мы уже отварили, и ее сделали аль денте, чтобы потом она у нас дошла. Печеная тыква, печеная тыква, репчатый лук, моченый базилик сухой, печеные томаты, томаты, это мы 10 минут запекали. В нерафинированном масле с базиликом, добавлением белый гриб. Он уже как-то... Он уже ошпаренный. Ну, в смысле, его проварили в избежении каких-то нюансов. Редис, сливочное масло, моченая брусника. Бруснику мы замачиваем килограмм брусники на 2,5 литра воды. Я ее делаю не сладкой, потому что она в разной позиции у меня идет. Я уже сам там концентрирую, в какой позиции идет сахаром. И мы взяли квасное сусло. Квасное сусло на Украине вообще использовали в хлеба, ну и для приготовления кваса. Он состоит из ржаного и пшеничного солода, и ржаной муки. Поехали. С чего начнем? Начнем мы с перчаток. Одевай перчатки, Наташ. Пока я буду... Я начну с соуса и буду про него рассказывать. А тебе я буду давать несложные задания. Я справлюсь? Я думаю, да. Нужно нарезать белый гриб, но его нужно нарезать вот так вот. Даже можно чуть-чуть поменьше. Хорошо. Сможешь? Сможешь тебе? Я буду очень сильно стараться. Не торопись, чтобы не порезаться. Так, пока ты занимаешься белым грибом, я начну делать соус. Как говорил я, для соуса нам нужно будет квасное сусло. И возьмем воду, брусничную воду и саму бруснику. Мы добавили бруснику, добавили квасное сусло. Сейчас будем добавлять сахар. Квасного сусла терпкий, очень сильный вкус, поэтому мы его взбиваем с сахаром. Получается уже? Ну, я стараюсь. Очень сильно стараюсь, на самом деле. Нам этот соус надо будет еще затянуть до конца. Что значит затянуть? Загустить. Чем загущаем? Загущать я его буду в конце сливочным маслом. Его нужно доводить до кипения? Можно. Здесь можно. Вообще, когда готовится квасное сусло, оно готовится несколько раз. Закипает, его убирают, закипают, убирают и потом выпаривают. То есть убирает лишнюю влагу? Да, ну, в принципе, чтобы ягода не потеряла, меньшки бедить надо. Так, ты порезала, да? Так, соус мы пока уберем, попозже еще потянем, чтобы он прогрелся. Сейчас мы приступим к гарниру. На гарниру, как мы говорили, будут идти белые грибы, лук, печеная тыква и перловая каша. Так, наливаем немного масла. Как часто, Денис, вы выходите к гостям, чтобы принять от них или благодарность, или критику? Работаете с гостем? Работаем, но не так часто, потому что что-то, наверное, из-за недостатка времени. Но сейчас я едет на Вестру, и все равно и своим шефам всем говорю, чтобы они выходили в зал, контролировали, спрашивали гостей. А как это помогает развитию ресторана? Прямое общение, оно всегда полезно, и всегда напрямую гость больше откроется повару, чем официанту. Закидываем грибочки. Я волнуюсь. Не волнуюсь. Все, можно стоять, помешивать эти ложечки сейчас дам. Ну да, сейчас мы обжариваем грибы. Грибы, в принципе, уже отварные. В принципе, их не надо долго, чтобы они все равно немножко сохранили свою хрусткость. Я стараюсь, мешаю грибы. Я тебе подкину еще эту продукцию. Кировка, мы ее не доварили до готовности, чтобы она у нас еще дошла. Денис, пользуетесь ли вы какими-то весами или определяете громовку на глаз? Нет, у меня, когда уже человек, и мы у него проверяем какой-то, если он несколько, десять раз подряд берет один и тот же вес, то тот человек уже может работать без весов. А так, постоянно с весами. Теперь мы еще добавим сливочного масла. Я использую смесь четырех перцев. Кто как, все шефы по-разному. Теперь мы закидываем тыкву. Тыкова у нас уже печеная, так как мы закидываем ее в конце. Ну все, давай, наверное, оставим ее немножко постоять. Сейчас я попробую. Сахар? Чуть-чуть, но тыкова у нас сладкая, но я, когда не хватает сладости, я все равно ее добавляю. Тыкова, потому что разная, но вообще каждый, мне кажется, овощи, поэтому борщ мы все равно тоже определяем на вкус, потому что каждая сезонность, каждый продукт разный. А сейчас что делаем? Еще чуть-чуть сливочного масла добавляем, мне никогда не хватает сливочного вкуса. И теперь мы накрываем фольгой и оставляем, будь она стоит. Фольгой, чтобы сохраняло вкус? Чтобы сохраняло тепло и как бы, ну да, замес на крышке используем, чтобы она пропиталась. Сейчас мы немного подмариную мутку. Мы добавляем перец, немного базилика и чуть-чуть масла. Утка сама по себе жирное такое масло добавляем только для мариновки. На сковороду не льем. На сковороду не льем. Итак, небольшой лавхак для домохозяек, кто готовит дома. Мы на раскаленную сковороду, мы изначально прорезаем мутку, делаем тонкие надрезы, для того, чтобы нам вытопить жир. Если он не протопится, то кожа сама по себе будет жесткая. Вот, мы делаем надрезы, вытапливаем из нее жир. Изначально на раскаленную сковороду мы закидываем мутку. Сейчас, когда жир начнет вытапливаться, мы чуть-чуть убавим температуру. И будем это доготавливать на низких температурах. Так, далее мы сейчас еще подтянем соус, как мы разговаривали. Просто я посмотрел, он жидковатый, и мы сейчас еще добавим. И, в принципе, утку сейчас тоже уже будем снимать, но мы ее тоже накроем, чтобы она немного дошла. Утку в большинстве ресторанов подают медиум, так как... Медиум, объясните для наших зрителей, медиум это... Розовые сердцевины и зажаристые края. А почему именно утку подают в таком виде? Потому что, если ее полностью дожарить, она будет жесткая. так же, как и говядина премиальная по трубам. Каша у нас дошла. Вот такие у нас ароматы. Что вы любите готовить больше всего? У меня нет, у меня нет такого любви. Что-то именно больше, что-то меньше. Или, возможно, это не то, что его нету. Мне кажется, это зависит, наверное, от настроения. Откуда мы тоже немножко дадим ей отдохнуть. И затянем соус. Как я говорил, добавим сливочное масло. Все, соус мы затянули. Утка у нас готова. Сейчас приступим к нарезке. Как ее нужно правильно резать? Правильно резать? Именно филе. Ну, в принципе, по диагонали. По диагонали. Но у меня есть позиция, которая подается, как именно на блюде смотрится. Где-то целиком, да, подаем. Зависит все от блюда. Да. Как я и говорил, что мы будем украшать его печенными томатами. Томаты мы запекали 10 минут при температуре 180 градусов. Нерафинированном масле. Добавим туда здесь слайсы редиса, замаринованные в свекольном маринаде с лимонным соком и сахаром. Они убирают эту горькость редиски, оставляют сам вкус. Так как у нас соус идет брусника, мы ее добавим и сюда. Для красоты. Здесь мы используем манголь. Это побеги молодой свеклы. И с края поливаем соусом. Ну и все, пробуйте. Теперь ты без созрения и совести можешь сказать, что ты можешь готовить шедевры украинской кухни. С вами была Наталья Медончева и бренд-шеф сети ресторана Хлеб да соль Денис Кашин. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»